Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Пинхас. И вы знаете, это единственная глава, в которой наши источники очень подробно рассказывают о таком вопросе, как реинкарнация, возвращение человека в этот мир. Давайте с вами быстренько проследим за тем, что я вам хочу рассказать. И было умерших от Мора 24 тысячи, сказано в нашей недельной главе. В книге Брешит рассказывается о том, как Шхем, сын Хамора, изнасиловал дочь Якова Дину, а затем пожелал взять ее в жены. Для этого они согласились пройти обрезание вместе с жителями города. И когда на третий день у них было не очень хорошее состояние, братья Дины, Шимон и Льви перебили всех жителей города, в том числе и Шхема, сына Хамора. Всего было уничтожено 24 тысячи жителей этого города. В метрошеи Алхутрева Ни рассказывается, что когда Шхем, Бенхамор и эти 24 тысячи предстали перед высшим судом, небесным, Шхем сказал, что да, мы поступили плохо, но меня и жителей города можно считать уже евреями. Мы сделали обрезание, а в то время до дарования Тора это только единичная заповедь была, которая выполнялся евреями. И поэтому мы просим дать возможность исправить нам наше поведение, текун завершить. Такая возможность была им предоставлена, их души были вновь опущены в этот мир, произошла реинкарнация. Они родились в качестве еврейских жителей колена Шимона. А Шхем, князь этого колена, стал Зимри бен Салуон. О нем рассказывается в нашей недельной главе. Почему это так связано с Шимоном, понятно, потому что именно братьев Шимона и Леви первыми самыми главными зачинщиками назвал Яков после всей этой истории. В главе Балак рассказывается, как жители Медьяна посылают своих дочерей в лагерь евреев, чтобы соблазнить этих самых, лишить их помощи не было. Из всех израильских колен только колена Шимона во главе с Зимри бен Салуон не устояли перед соблазном и поддались разврату, за что был убит тем Пинхасом в этой недельной главе. Таким образом, возможность исправления Зимри бен Салуон, он же реинкарнация Шхема бен Хамора, была упущена. Как наказание за разврат эпидемия унесла внимание 24 тысячи жителей еврейского лагеря. Если мы помним, столько же, сколько было убитых жителей Шхема. Наступает третий этап. Душе Шхема, который в свое время сделал обрезание, чтобы стать зятем Якова, а затем рождевшегося Шимона в колене Шимона, главой этого колена, дается еще возможность исправиться. И рождается Раби Акива, великий Раби Акива. Его мать из колена Шимона, отец празелит. Написано в наших книгах, что душа Раби Акива это реинкарнация Шхема бен Хамора и Зимри бен Салуон. Он учит Тору в течение 24 лет. 12 лет долет своей жены Рахели, а затем уходит учиться еще на 12 лет. И возвращается оттуда, когда у него было 24 тысячи учеников. Проходят годы, Рахель покидает этот мир. Римский правитель Иудеи Турнус Рупус старается всеми методами повлиять на Раби Акиву, чтобы он отказался от Торы. Терпит фиаско. Однажды напечаленной был дома его жена, умнейшая женщина Руфина. Сказку рассказываю вам. Женщина особого моей красоты. Спрашивает его о причине плохого настроения. Она рассказывает, она говорит, я сейчас соблазню его и все. Находясь в доме у себя, Акива учит Тора вдруг увидел какой-то шум. Повернул голову, увидел невероятной красоты. Женщина, которая стояла и смотрела на него вот под окном. Как говорят источники с завущим взглядом. Акива отвернулся, плюнул, заплакал, а потом рассмеялся. Женщина пошла, говорит, почему ты так проорегировал на моего? Он говорит, я тебе отвечу. Отвернулся я и плюнул, чтобы не поддаться твоим чарам. Плакал я, потому что придет время и такая потрясающая красота превратится в ничто. А когда я рассмеялся, ну это я не могу тебе сказать. Руфина была поражена, она поговорила с Акивой, поражена была его личностью. И в результате, через некоторое время, она приняла Агиюр и стала женой раби Акивы. Став ее мужем, Акива, раскрывайте ей причину тогдашнего смеха. Еще тогда я знал, что так разовьются события. А в тот момент я не рассказывал тебе, мне было запрещено. Сейчас ты моя жена и мы разговариваем. Таким образом, прошло около полутора тысяч лет. И душа похотливого Шхема, сына Хамора, совершившего обрезание, пройдя через несколько превращений, получила исправление через кого? Раби Акиву. И стала, вы подумайте, грех Шхема, взявшего силой дочь Якова, Дину, и грех израильского князя из колена Шимона, который развратничал с принцессой Медьяна, был дважды исправлен Акивой. Первый раз в течение 24 лет он оставил свой дом вдали от жены Иучи Тору и становится величайшим мудрецом. Второй раз, будучи вдовцом, когда он уже устоял перед красотой Руфины и которой не удалось его соблазнить. Впоследствии она оставила мужа, я уже говорил, оставила Шхема Хьюр. Смех Раби Акивы в то время был вызван тем, что он знал. Хьюр, совместная жизнь их по закону Тору, она предрешена. Пути Господни неисповедимы. Он предоставляет возможность исправиться иногда через годы, иногда через тысячу лет. Поэтому и говорил Раби Игуданасе, вдумайся в три вещи и никогда не согрешишь. Знай, что над тобой око видящее, ухо слышащее и книга, куда записываются все твои поступки. Ты можешь думать, что твоя жизнь не слишком важна, но знай, что любая мелочь, любая глупость, которую ты скажешь или подумаешь, ничто не пропадает бесследно. И все твои хорошие дела, сказанные тобой, тоже записываются в памятную книгу. Вот вы понимаете, какой великий-великий мир раскрылся перед нами. Браха вы от слоха, подумайте об этом.